Продолжение следует... 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 Всем ассаламу алейкум, меня зовут Абдулгалимов Абдулвагаб, мне 18 лет, родом я с Дагестана. Я тренируюсь под руководством Хаджимурада Пуртиева, за моей спиной 8 лет бокса, изначально в спорт меня отвел мой отец, и в 16 лет я перешел в смешанные единоборства. По боксу выигрывал очень много любительских соревнований, и моя цель быть лучшим в списках лучших в российском ММА. В Питере я учусь и тренируюсь про соперника, про соперника я ничего не знаю, но в бою я ему дам хороший бой, и нишан-лах, хочу выиграть. Вот и соперник Ганешира. Абдулвагаб, Абдулгалимов, он ровесник, кстати, Ганешира Тураева, ему также 18 лет, совсем молодые парни, но думаю, что бой от этого будет еще более яростный. В этом возрасте они хотят еще много чего доказать и показать, и я думаю, что это будет очень ярко. Напомню, дорогие друзья, что если вы хотите выступать в нашем проекте «Львиная битва», вам нужно подать заявку, пройти кастинг. И если жюри сочтет ваши скиллы, ваш показанный уровень достаточным, вы сможете выйти в октагон с своим соперником и провести настоящий бой по смешным единоборствам. Все контакты, все адреса будут в описании к данному видео. Десятки, десятки уже молодых, радливых бойцов получили шанс благодаря проекту Рустама Рахмонова проявить себя. Огромное, большое дело делается. Раньше им просто негде было выступать, показывать свой класс, и сейчас у них есть для этого арена. Боист, представляющий Узбекистан из города Бухара. Его возраст 18 лет, рост 170 сантиметров, вес составляет 57 килограмм. Это его дебют. Встречайте, Турраев Галисен! А его соперником в сегодняшнем бою из красного окла станет боец из России, Дагестан. Его возраст 18 лет, вес 57 килограмм, рост 170 сантиметров. Это также его дебют. Встречайте, Абдул Галимов! Абдул Галимов! Итак, рефери в клетке Владимир Павлович. Внимательно, слушай, мои команды права не урушаем. Головой и локтем в голову не бьем вообще. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Коленом и ногой в голову можно бить только в стойке. Внимательно. Бартридается 30 секунд. Бартрид бьем в голову только в камеру. Но вы сами все видели и слышали, дорогие друзья. Прямо видно, что искры между бойцами сейчас проскальзывали. Оба заряжены на бой. Такая прям дуэль взглядов у нас настоящая получилась. Будем надеяться, что и бой не подкачает. Итак, поединок начинается. Второй бой сегодняшнего турнира. Второй отборочный этап. Львиная битва. Абдул Галимов Абдул Вагап против Тураева Ганишера. Занимает центр клетки Абдул Вагап. Получает лоу-кик. И идет вперед, но так сразу проваливает его Ганишер. Легко уходит с линии атаки. Еще одна атака от Абдул Вагапа. Ее хороший хай-кик. Но Ганишер не выглядит потрясенным. Пока что он присматривается к своему оппоненту. Еще один хай-кик по защите. Попытка фронткика. Наносит лоу-кик Ганишер Тураев. Но пытается, пытается выйти на ударную дистанцию его соперник. Поджать его. Ух. Да, был удар в пах, получается. И не успел вовремя остановиться Абдул Вагап. Ну, немножко по горячности. Сейчас придет в себя Ганишер Тураев. Будем надеяться, что с ним все в порядке, и что бой продолжится. Дается время, чтобы прийти в себя спортсмену. Конструкция дает Владимир Балала. Ну так, достаточно интересно начали. Абдул Вагап заряжен прямо на ударную технику. Увидели бороться, пока никто не лезет, не стремится. Ну, как я уже говорил, задача не только победить. Победить надо зрелищно. Потому что потом ваш бой будет просматривать жюри. И если вы просто скучно залежали с своего оппонента в трех раундах, вряд ли вы получите шанс пройти дальше и бороться за пояс чемпиона организации. Продолжается у нас поединок. Пришел в себя Ганишер Тураев. Пытается опять поджать его Абдул Вагап. Еще один хайки хороший. И попадает очень сильно Абдул Вагап. И все, добивает он своего оппонента. Это победа. Хорош был заряжен Абдул Галимов, Абдул Вагап на этот бой. Прекрасную ударную технику продемонстрировал. И все-таки... В конечном итоге сумел свалить своего оппонента красивой ударной серией. Отличная заявка от 18-летнего бойца на то, чтобы пройти дальше по этому проекту. А также потом и выйти на мировую арену. Но вот спортивное поведение. Все правильно. Это взаимное уважение между бойцами так и надо. Бой закончился. Все, дальше уже нет никакой ни вражды, ни соперничества. Есть два спортсмена. Один победил. Второй, к сожалению, проиграл. Но у него все еще впереди. Парням по 18 лет. Ну что, друзья, в этом бою. Это только начальник. В первой минуте 45 секунды техническим нокаутом победа одерживает БСС России Абдул Галимов! Абдул Вагап! Поздравляем Абдул Вагапа Абдул Галимова с этой победой. Яркий бой показал. Расстроен, конечно, Ганишер Тураев. Но, как я уже говорил, все впереди еще у этого парня. Главное, извлечь опыт, не расстраиваться. Расстрелим, рабочий. Мне кажется, просто немножко перегорел Ганишер Тураев. Вся вас саламу алейкум. Сначала хочу поблагодарить всех, всех, кто меня поддерживает, всех, кто рядом. Мои братья, мой тренер Ашимурат Бурдиев. Всем родным, всем близким, всем. Соперник очень достойный. Показал себя достойным, уважительным был. Не было никакого трештока и всякого. Едем дальше. Дальше. Ганишер, слушай, я знаю, что ты из Бухаре, да? Подарок получил. Красивый город в Узбекистане. Я, между прочим, кстати, там дрался. Было дело. И хотя бы тебе дать микрофон, сказать, что тебе не хватило для победы в этом бою. Пару слов. Может, привет передашь к вам? Всем привет. С вами Алик. Хочу сказать спасибо сопернику, достойным пацанам, уважения. Ну, еще кто поддерживал, спасибо всем, что поделал. Вот, не обессудь. Поддержите, пацаны. Вот. Я не готовился, просто работаю и так далее. Вот. Ну, хочу спасибо всем тебе, кто пришел и болеть за нас. И все. Главное, не расстраивайся. Мы будем рады тебя видеть снова. Вот видишь, самое главное после боя, а не дружи. Да, это самое главное. Да, согласен, что я дружу со всеми своими бойцами, с кем приходилось раз. Бои – это самый крепкий инструмент для дружбы. Да, 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 между прочим. Да, кстати, когда вы, например,iin desses напомним «Раста» мошко в окталина марка, доктор Мохчев, оцени. Мерседы, Келый, Вахо, Козов, БМВ, любой мошню, агаткина сысданно, Майвей компания создан берирует. Мошнивезы партнерам, компания «Майвей». Ну что, дорогие друзья, мы вас категорически приветствуем на... Кто у нас тут ворвался? Всем ассалам алейкум, добрый вечер. Здесь человек есть один такой интересный. Шоума, ты где? Что там газуешь? Давай. Ну что случилось? Поговорить надо там, лично. Обсудим. Прямо на октагоне? Сейчас? Я не помню, сейчас будет драка. Посмотрим по обстоятельствам. Шарминдер. Микрофон, дай, дай, дай. Микрофон, дай, дай. Микрофон, дай, дай. Микрофон, дай, дай. А вы же обещали? Микрофон, дай, 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 дай. Слово даем. Если хотите будет, мы организуем, да? Мы всегда рады. Шарминдер. Микрофон, дай. Микрофон, дай, 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 дай. Ты уверен? Все уверен, ребята, ты уверен? Давай, давай. А что, успокоимся? Успокоимся? Нет, успокоимся. Ты уверен, малька? Ты в этом уверен? Ты в этом уверен? Ты что исполняешь, Эй? Подойди сюда, подойди, подойди поближе. Как-то уже сверху получался. Один и бой. Организуем. Да, да, один, да. Давай, фестиваль. Только без рук. В следующем турнире будете целаться. Да, да, без рук. Только без рук. Эх, я тебя уроню их! Давай, давай, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, иди! Иди, иди сюда! Давай! Все, все, давай! Охрана, смотрите, да? Я такого поворота не ждал. Сюда у меня шашки сидели. Такое напряжение. Ну что, дорогие друзья, мы тем самым двигаемся дальше. И в красный угол Акрагона приглашается боец из Узбекистана. Встречайте! Азимов! Ти-и-и-и-и-и-и-и-я-и! Субтитры сделал DimaTorzok 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 но заканчивается у нас 30 секунд бой снова переходит стойку где несомненно оба оппонента сильны и вот так сразу резко начинают они хорошая серия дирбека попытка броска но снова сейчас на себя михрош заваливает оппонента пытается сделать креветку пытается завязать его в гард да это ему удается смотрите уже удобнее ему сейчас защищаться может быть даже какой-нибудь удушающий придумать да на треугольник пошел и удается в треугольник без всего понятно вырывается дирбек хороший бросок от дирбека старается старается гильотину сейчас вырвать михрош очень крутой бой действительно парни стараются парни техничные подготовленные и бы очень любопытно пока что с равными шансами на успех снова заряжался на мощный удар дирбек михрош ушел с линии атаки еще одна атака от азимова хороший мидл но прихватывает его сейчас киркаша валит и заходит сразу в маунт и если сейчас не будет свипа то для михроша это отличный шанс чтобы выиграть бой ему нужно лишь просто занять позицию в маунте оторваться пытается пытается дирбек свитнуть отрывается михрош обрушивает сразу удары на голову своего оппонента отжимает его еще несколько ударов азимов старается отчаянно вырваться положение тяжелое несколько мощных ударов прямо в челюсть прилетают ему но заканчивается время заканчивается 30 секунд очень был близок был сейчас тиркашев к победе очень был близок но правило есть правило тирбеку надо восстановиться сейчас атаковать нет смысла но он идет вперед натыкается на прямой удар заряжался на такой мощный лоус размаху и заканчивается раунд заканчивается первый раунд а Безопасность спортсменов прежде всего. Итак, у нас второй раунд сейчас начнется. Дирбек Азимов против Мехрожа Теркашева. Посмотрим, что эти двое пройдет на втором раунде. Попытка от удара с разворота в голову, но такая медленная, опять же, неподготовленная. Хороший лоу. Отвечает Мехрож. Раскачивает, раскачивает он своего оппонента. Вот с одиночным ударом Азимов всегда старается начать атаку, но он как бы не развивает ее. Тут хорошо бы с серией работать. Хороший удар по корпусу проходит. Захват и отличный бросок от Дирбека. Если бы не было сетки, вообще бы далеко очень улетел бы Теркашев. Вот так влетел в сетку. И сейчас он из гарда работает. Но мы увидели, что он накинуть треугольник может. Это мы в первом раунде хорошо с вами наблюдали. Опасенница спины. И вот снова попытка была треугольник. Но это позволило Дирбеку разорвать захват. Поднимается его оппонент. Бой стойки у нас проходит. А вот теперь уже у нас Мехрож идет в борьбу. Пытается вырвать своего оппонента. Это ему удается. Будет бросок. Да. Хороший бросок, но тут же идет перекат. И сверху остается Азимов. И насколько я помню по правилам, в этом случае как бы сам бросок даже засчитывается человеку, который успел накрыть своего оппонента. Но может быть я ошибаюсь. И опять же в разных организациях судят по-разному. И важным нюансом львиной битвы является то, что здесь всего 30 секунд на партнер. Поэтому нужно выкладываться обязательно обоим. Просто так отлежаться здесь не удастся. Стоп! Стойка! Вот мы сейчас видим, да, что 30 секунд из секры. Поднимает опять Владимир Балалаб оппонента в стойку. Лицом центра. Лицом центра красный. Берёг, блядь. Бой! 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 Идет в атаку сейчас Мехрож. Прихватывается оппонент, такое заваливание. Присок хотел красивый бросок сделать, но... Опять же, сейчас идет болевой на руку. Болевой на руку, дорогие друзья, придумал сейчас Мехрож. Опасная эта ситуация. Диербек старается ногой не дать... На ногам оппонента свою руку отжать. Все очень грамотная защита. Опять же, 30 секунд не будем забывать. Продержаться остается совсем недолго Диербеку. Все, и стойка. Но искал, искал до последнего. И Теркашев от Капкан. Чтобы сделать болевой прием. Пошел вперед Диербек, но нарвался на сильный удар. Это лоутики подключает Теркашев. И второй раунд у нас завершен. Посмотрим, что на этот раз придумали Супунданты. Кому надо больше сейчас будет изменять свой рисунок на бой. Нет ни одного скучного боя. Потому что ставки достаточно высоки. Именно здесь сейчас им нужно заявлять о себе. У нас третий раунд. Азимов Диербек против Теркашева Мехрожа. Снова лоутик. Отвечает ему также Диербек лоутиком. Попытка хорошего фрунткика от Азимова. Махивается Теркашев. Ну, таки на одиночные удары ногами сейчас ставки делает и тот, и другой. Кто-то хочет взорваться. Поджимает, поджимает сейчас Мехрож своего оппонента. Так старается лишить его пространство для маневра. Идет вперед. Чуть не натыкается на удар, но удается ему тейкдаун. Сразу же, причем, тейкдаун с отключением ног. Мы видели неоднократно, как это делает Хабиб в своих боях. Да, то есть, человек малыш у человека валит, так он его сразу лишает вообще возможности защищаться. Вот эти приемы. Но здесь вот вырвался Диербек. Пытается ему обратный треугольник, что ли, накинуть там сейчас. Мехрож, нет, нет, нет. Идет контроль со стороны Азимова. Но пытался выйти он в голове своего оппонента, но времени маловато все-таки. 30 секунд. Надо это было делать гораздо быстрее. Но то, что вот вырвался так красиво и хорошо перешел на голову оппонента, это все-таки ему плюс зачет. Снова с ударами идет вперед. Диербек хочет он зарубиться, похоже, и это ему удается. Но сразу же Мехрож пошел в ноги и тут же был накрыт. Диербек его сразу же перекатил. Он прям ждал этого момента. И сейчас он в маунте. Шикарная абсолютная ситуация для него. Но не менее шикарно выходит Теркашев. Красавцы оба просто. Очень техничные парни, очень техничные парни. Непонятно вообще, что может пройти в следующую секунду этого боя. Но вот мы видим, что сейчас уже в маунте Мехрож. И тоже самое прием пытается Диербек провернуть, выкрутиться. И снова 30 секунд у нас. Снова у нас здесь партер. Выходит оба бойца. Я сейчас, наверное, не знаю, кто вообще по запискам-то лидирует, дорогие друзья. Там такой бой плотненький. Пары хорошо, прям хорошо подобраны. Вот когда вот так вот встречаются, два равных бойца. Получается крутой всегда. Ух, пошли друг на друга, встретились с головами. Но при этом, смотрите, Даня растерялся Азимов. Опять вот этот проход в ноги очень четко, он перекатом нейтрализует. Ты сам занимаешься замерливающей положением. Может, на север-юк даже полезешь. Вопрос, будет ли пытаться. Нет. Ноги подтянул к голове. Просто сейчас решил отконтролировать и немножко, так сказать, отдохнуть. Мехрож выходит. И вот сейчас сразу же накрывает вот Гербёка, пока тот собирался силами. Мехрож чуть было не занял доминирующее положение. Снова бросок. Ну, вы знаете, Азимов, конечно, баллы набирает вот этими историями прям активно. Что перекаты, что броски. Все-таки именно борьба вот эта в стойке у него поставлена на очень хороший уровень. Здесь он посильнее Теркашева. Ну, поединок завершен. Ждем вердикта судей. Поединок был плотный. Поединок был интересный. И поединок был техничный. И поздравляем Гербёка Азимова с победой. Был тяжелый бой, был упорный бой, но он оказался посильнее своего оппонента. Хотя и Мехрож Теркашев старался изо всех сил. И честь ему и хвала за это. Омаган Ахмад. Омаган Ахмад. Я смотрю, тебя тяжело очень. Пошли, тяжело, спокойно. Ты победил. Ну что, давай делись эмоциями. Не скупись. Асалам, алейки. Алхамдуллиллах, у меня была первый бой, первый победа. Я только начал этого спорта. Дальше идем без поражения, иншаллах. Хочу поблагодарить всем за поддержку. Огромное спасибо Руслану Рахманову за турнир. Адущи. Огромное спасибо, кто пришел за меня. Абдуллоке, Усам, братишке, Равшанаке. Огромное спасибо. Сейчас смотрят мои друзьями. Всем спасибо большое. Эта победа послушается. Мои отцы, у меня был ютуб на даром и бахшлима. Даром, даром, акем. Верес портальность тоже была. Хакилки. Иншаллах, факат, ютуб на даром, руслан кулама. Ну что, еще раз тебя поздравляю. Будем радостно у тебя видеть. С вами был победитель Азимов Диарбек. Поп ММА, блогер. Самый известный именно Поп ММА, блогер. Ким Ч. Снимаем, взорчики, приветствую. Как тебе вообще эта обстановка? Про наши турниры что-нибудь можешь сказать? Ну, пару боев видел. И обстановка. Вот, ребята. Мы как бы не профессиональный промоушен, а именно вот в Поп ММА двигаемся. И это как бы азиатское направление. Это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и так далее. Ну, это здорово, что вы развиваете сегмент именно Поп ММА, как говорите, на новом, наверное, рынке. Потому что я пока не видел в Узбекистане своих промоушенов. Как я понимаю, сейчас вы идете к этому. Это мы первые. Говоря о поединках, что мне первое понравилось, что я увидел. И у вас любительский формат, да? То есть там нет коленей в партере. Хорошее судейство. Мне понравилось. Хорошо работает рефери. В целом, все подготовлено для качества проведения. Это и клетка. То есть условия для проведения поединков мне нравятся. Но пока чтобы вообще все, да, прикинуть, нужно посмотреть немного больше боев. Потому что я успел пока посмотреть только два поединка. А что можешь сказать? Вот Поп ММА произойдет профессионального или нет пока что? Если говорить о топовых профессиональных боях, то не думаю. Потому что все-таки медиа прямо там Магомеда Исмаилова, например, оно все же больше, чем Поп ММА бойцов. Прямо такие флагманские бои профессионального российского ММА навряд ли. Это точно, я даже думаю, да, процентов на 85. Все-таки 15 процентов оставим, да, что вдруг. Но в целом обычные Поп ММА бои уже набирают больше рейтингов и охвата, чем среднестатистические профессиональные поединки в ММА. Вот название Поп ММА, как ты придумал? И все вот, все сейчас, абсолютно все называют Поп ММА, Поп ММА. Это уже популяризировался, да, вот это именно, вот это слова. Ну, как это к голове пришло, ну, как придумал? Ну, здесь все, на самом деле, проще, как и в случае с Поп Музыкой, но не в той трактовке, как это воспринимаешь, это низкокачественно, да, нет. А Поп Попилар, то есть с более широким охватом, с более доступным зрителю, потому что сейчас многие зрители говорят, вот я только начал смотреть, начиная от промоушена в Ютубе, то есть это им доступней, понятней, вот, и, то есть, ну, шире аудитория. Поэтому Поп Попли, да. Попультируется. Да, и когда я увидел тенденцию роста, я еще начал обозревать в самом-самом начале, получается, этого пути, то я такой, это как Поп Музыка, то есть она будет на более широкий охват, и сейчас мы и наблюдаем эту тенденцию. А в русском Ютубе это Амиран, да, ну, начал? В русскоязычном сегменте Ютуба, если совсем копнем в истоке, наверное, чемпионат Стрелка. А, да, да. Стрелка, а если мы возьмем как медийную составляющую, где люди могут узнать больше о бойцах, то да, это, скорее всего, Амиран Сардаров и промоушен Битву Захай. Мы всегда рады, ну, как пригласили, приехали. Да, я благодарю вас за приглашение. Вообще, за это отдельное спасибо. Когда будет время, когда мы будем проводить, обязательно будем пригласить, приезжай, мы будем рады. Возможности, конечно, но с вами был Кимчи, промоушен R3. Видите, все. И мне не битва. Спасибо. И что, дорогие друзья, мы двигаемся дальше. И в красную колу, в котором приглашаем СВС из Узбекистана. Встречайте! Нажбединов Нозимбек! Встречайте! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Назинбек 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 Вот это бой, дорогие друзья. Вот это начало. Я даже просто не успею комментировать, что происходит. Гильякини сейчас оказывается на Зимбек. У него тяжелая ситуация. Такой еще был шпион головой, воткнулся. На Зимбек, но старается он вырваться. Он сверху находит своего оппонента, пробивает ему корпус. Казалось, тяжелой ситуацией был на Жмединах. Но нашел в себе силы. Продержался. 30 секунд. И сейчас будет бой, продолжим. Будет ли так же яростно продолжить бой, как он был начат? Когда просто парни зарубились от души. Попытка провести удар с вертушки в голову. Ошибается. Азизбек сейчас накрывает его сразу. Ну и ошибается сам. Сейчас на Зимбек попадает. Он в треугольник. Скорее всего, вывернется. Вывернулся. Очень классную технику демонстрировать. Сейчас на Жмединов. Кажется, он сверху Телакова. Но тот его удерживает и не дает ему развернуться. И поэтому ничего не остается на Зимбеку, как окучивает ребра соперника. И вот пытается такими хаммерфистами гвоздить его в голову. Бой совершенно сумасшедший. Совершенно нестандартный. Оба бойца заряжены на победу. Готовы отдать все для этого. Хороший, классный бой. Оба большие молодцы. Уже вот в первом раунде они продемонстрировали друг другу шикарную технику. Идет вперед с ударами. Готов рубиться один и второй. Достает сейчас Азизбек мощными бокоухами своего оппонента. Но Азизбек держится, отвечает. Вот это бой, дорогие друзья. Мощный удар коленом. Это нокаут, дорогие друзья. Телаков попал. Просто попал сейчас очень четко. Мощный удар коленом в стойке. И его оппонент в нокауте. Что за бой, дорогие друзья. Настоящие львы сейчас зарубились в клетке. Это было действительно круто. Победил сильнейший, наверное, на этот момент. Хотя, дорогие друзья, я бы увидел реванш. Уж больно ярко они рубились. Не жалели друг друга. Не жалели ни себя, ни соперника. Но немного не повезло. В таком размере не всегда кто-то должен упасть. Упал Азизбек. Азизбек становится победителем. Может, он станет и чемпионом. Может, я не оговорился. Не двигаться дальше. Итак, в этом бою просто, я бы назвал просто мощнейший зарубик. Давайте пошубим немного. Реально, это очень крутой. Мощный бой. Жаль, скоротечный, но мощный. Нокаутом победы держав БС из синего рота Тилаков Азизбека. И мы поздравляем Азизбека Тилакова. Шикарный бой. Хороший нокаут. И Нажмедина Назимбека благодарим за такой же отличный бой. Слушай, ну не такого, я думаю, ты ожидал. Поворот за событие. Но, как видишь, все-таки в чем-то ты уступил. Расскажи, чего тебе не хватило? Потому что ты действовал уверенно. Инициативу перехватывали друг с другом. Расскажи вообще, что пошло. Расскажи, чего тебе не хватило? Расскажи, чего тебе не хватило? Расскажи, чего тебе не хватило? Продолжение следует... 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 Санжар такой двойной удар Ногой пытался провести Отвечает он в ревер мидл киком Удары мощные, удары жесткие Но пока они приходятся в защиту Попытка нанести удар ногой с разворота Но не подготовлена По воздуху Вариор его прекрасно видел Теперь попытка уже удар ногой с разворота От Вариора Но пока все по воздуху На вот эти удары ногами ставку делают парни Но они без подготовки Без предварительной какой-то обманки Без финта Такое не влетает Просто в тебя стоит соперник хороший Ну вот уже пошел вперед Вариор Попадает мощным ударом Заваливает своего оппонента И все И все Вот так вот По воздуху били ногами-ногами А получилось что один мощный удар с руки И все Завершил бой И садиков Вариор Добывает быструю стремительную красивую победу Поздравляем бойца из Кыргызстана Хороший дебют у него на нашем турнире произошел Ну а над соперником Колдует наш врач Приводит его в порядок Сильно удар очень пропустил Конечно там было ясно что Остановка боя сразу же И очень быстро вмешался Владимир Балала Так ну вот даже В раздевалку сразу уводят бойца Супер Поздравляем Бойца из Кыргызстана Вариор Садиков Сааму алейкум Всем Уважения сопернику В том числе всем бойцам Уважения Потому что сюда приходит Сюда прийти не каждого Поэтому Тот кто выиграет Проиграет Это ничего Главное сюда прийти Спасибо всем Организаторам В первую очередь Хочу поблагодарить Всевышнему Потому что Вот это все Нам Возможно ждал Только Всевышний Аллах Спасибо всем Сюда пришел Поддерживать бойцам Спасибо мою семью Спасибо братьям Отдельно хочу Благодарить Моему брату Который со мной стоит Он со мной В начале пути И мы идем до конца И забираем все Что должна была быть нашим Иншаллах Алхамду ли ля Уверенно уверенно Громкие заявления Хорошая заявка Хорошая заявка Которую расставит И хороший бой Может быть он хотел бы С кем-то подраться С тобой С тобой да У вас одинаковый Весь Илья Варьер Опять же повторюсь Совсем бойцам Уважение Я бы хотел Конечно С лучшими Драться Иншаллах Я спускаю 70 кг Там показаны Жилищные бои Иншаллах Удачи Ну что ждем Ждем Новых боев Варьера Садикова Вот так В городе Самый лучший Вплов Где? Только Там где Цифра 1 Потому что Это плов Номер 1 Моисенька 8 Плов Хэштег Номер 1 Там Реально вкусный Плов Попробуйте Самый вкусный Ну что дорогие друзья Мы двигаемся дальше И В красный угол Октагона Я приглашаю бойца Из Узбекистана Встречайте Абдулка Хорлов Бакти 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 Суббот Абдулка Хорлов Бакти . . . Я дуал Санкт-Петербург в Хрущеве. Я начал в Санкт-Петербург в 2016 году. Я иду в Хрущевр Мухаммаде. Здравствуйте. Меня зовут Шерм Хаммад. В этом году я экспериму из тренер-файл, и мне в шокор assez, я участвую в Хрущеврском с۲ем классе, потому что талантливый поиск Real Copa так же. Я жду до конкретных выручных сферах. Мы проведем борьбу в Евгений со своими сферами. Мне очень нравится. Я дочку. Это был фазы ГУДАК. В автофории. Он советует водить ховезу. Он был разгон. категории до 75 килограмм. Абдукохоров Бахтийор из Узбекистана, город Андижан. Класс один год, 178 сантиметров рост. Еще одна пара молодых талантливых бойцов получила свое право выйти в дванную клетку на арену львиной битвы и доказать всем, что они настоящие львы. Доказать на деле, доказать в очень едином интересном проекте, автором которого стал Рустам Рахмонов. Для поддержки Нажмедина Хаджаева, для поддержки Александра Метаморфоза и еще многих людей. Очень крутой проект, которого так вот не хватало этим молодым парням. Я вот себя показал, чтобы о тебе узнали, чтобы ты мог действительно заявить о себе в голос. Можно заявить здесь, на львиной битве. 150 заявок было на второй отборочный этап. 66 человек получили право выйти сюда. Точнее даже не 150 заявок, 150 человек на кассинг попало. Заявок было гораздо больше. Поэтому ждем вас, дорогие друзья. Встречайте, боя из Успекистана. Турсунов Аслов. Турсунов Альфа. Турсунов Альфа. Дорогие мои 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 мои. Мы не можем отбить, мы не можем отбить, мы можем отбить. Узбекистан, я не могу. Мы не можем отбить, мы можем отбить. Мы можем отбить. Дурсу на фастбол. Станет соперником Боккиера. Так же Узбекистан. Город Ферганат. 25 лет. 700 килограмм без. 175 саневедов рост. К финалу сегодняшнего турнира подвижутся, дорогие друзья. Большой бойцовский марафон у нас был. Во втором этапе. Я думаю, что в третьем будет гораздо больше боев. В 33 метрах не ограничишься. Очень много талантов показывает этот проект. Очень много интересных бойцов, которых просто не было где себя заявить и себе показать. Теперь у вас есть эта возможность. Субтитры создавал DimaTorzok. Итак, представляю вам бойцов. Слева от меня боец из Красного Клова. Он представляет Узбекистан, город Анджижан. Возраст 21 год, вес 75 килограмм. Рост 178 сантиметров. Этого дебют. Приветствуйте! Одну карл. ПОДЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!! Справа от меня боец Исиевна. Представляет Узбекистан город Фергана. Его возраст 25 лет, вес 75 сантиметров, рост 175 сантиметров. Это его профессиональный дебют. Встречайте, Дурсунов Аслам! Для крифеля в клетке Владимир Балан. Бойцы в стрессе. Внимательно слушаем мои команды, право не вырушаем. Головой и локтем голову не бьем. С дотылок позвоночник пах не бьем. Засеку качать решетки не хватает. Партери максимально 3 секунды работают. Партери работают только руками по голове. Покажите, как следует. Ума, ума. Итак, Дукохоров, Бахтиер, Узбекистан. Рокер Аслона Туршунова. Также из Узбекистана, дорогие друзья. Начинается поединок. Так вот движется легко, но Аслон. Такое ощущение, что он заряжен на удар до аут. Проводит такой мидлкик с разножки. Бахтиер находится в центре клетки. Ушира. Хороший удар навстречу выдает Бахтиер. Еще один мощный удар отвешивает. Идет в борьбу сразу же Аслон. Положение у нас место в келлидоскопе, но вот попытка выйти на гильотину. И жестко бы прихватил шею Бахтиер, но ноги не заправил. Тяжело будет задушить в такой ситуации. Практически это невозможно, потому что всего 30 секунд у тебя дается на выполнение табулевого приема на борьбу в партере. И сейчас уже, скорее всего, Владимир Балала поднимет бойцов в стойке. Да, так и есть. Такими ударами из каратэ сейчас он в курсуну подокрыл своего оппонента. Потому что и на Акске было там, был заход. Достаточно широко вот он на верхнем находится. Получает удар. Еще один. Но боковой не пытается Бахтиер добыть победу. Наскакивает, но он буквально налетает на своего оппонента. Дверит вот боковой справа. Попадает, да, и попадает. Вновь в борьбу вынужден был уйти Турсунов, но оказывается он на полу. Оказывается он на спине. Вынужден защищаться, а у нас на время маунт. Дукохоров обрушивает на своего оппонента град ударов. И военно, что сейчас Владимир Балала будет вынужден вмешаться. Тяжелая ситуация, тяжелая для ословно Турсунова. Выживает он. Нужно ему продержаться 30 секунд. Активно, активно он защищается. Да. И снова выдерживает эту атаку. Но нужно делать выводы. Нужно делать выводы. Старается. Сейчас выйти. Вот видно, что с дальней дистанции привычно ему вести бой. На короткой боковом вот этим постоянно достает его Бахтийор. Странно, что не старается работать серийно. Бахтийор. Правый раз за разом ищет челюсть своего оппонента. А левый прям не подключает. Ну вот, собственно, то же самое вы сейчас видели. Пошел справа и раунд. Раунд закончен. Много воды не леете, убирать надо будет. Это не принесло ему успеха. Бахтийор Абдукохоров ставит все на своей правой боковой. И на борьбу. Ребят, это моя отряда. А вы своей. Можете убрать? Спасибо. Каждый месяц планируется приведение отборочных этапов. Всего их четыре. На проекте Львина и его партнерам. Бальцы готовы? И это будет очень хорошее начало карьеры для любого из бойцов. Ну вот сразу, сразу, без рассуждений пошел вперед. Турсунов-ослон. И ему свой фирменный боковой прописывает несколько раз сейчас Абдукохоров. Абдукохоров в ответ на вот эти удары ногами. Такое ощущение, что у наших бойцов помесь какая-то фишка коронная. Они только в нее и верят. Один боковым бьет, второй ногами. Ну вот получился такой удар-неудар, заваливание. В отчаянную ситуацию сейчас попадает Турсунов. Отдает он спину. Пытается растянуть его и разбиться сейчас. Бахтиер. Ну скорее всего, да. Все. Бой остановлен. Ну, продолжать смысла не было. Абдукохоров становится победителем в красивом стиле. В агрессивном таком свалил оппонента и провел добивающую серию. Ну а сломал Турсунов к его вот этой филигранной технике ударов ногами. Следовало бы, конечно, сейчас добавить и технику борьбы. И тогда это будет очень интересный боец. Итак, дорогие друзья. Технический нокаутер. Победа для жалов. Боец из Красного Укла Абдукохоров Бахтиер. Поздравляем Бахтиера Букохорова с победой. Благодарим его соперника Турсунова Аслона за красивый бой. Поздравляем желаемый бой. Прогает полагать, генплан, генплан, генплан даёты, бахтиер. Поздравляем эфир. Поздравляем вас. Продолжение следует... 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 Удар коленом в корпус проходит от Соломова Еще один Удары прям очень Видим, что чувствительные Плюс они еще выбивают Дыхание соперника Но вот сейчас ошибся Ошибся Ислом Сунатов занимает доминирующую позицию И надо ему пытаться излечь От этой ситуации для себя пользу Чтобы он ноги заправил Чтобы было гораздо опаснее И так получается, что сейчас Ислом его просто встряхнул с себя Наносит несколько ударов Поднимаются в стойке И пошел с боковыми Ислом Сукроп пытался опять идти в ноги И отдает шею И сейчас положение может быть тяжелое 30 секунд на то, чтобы провести Глинкину Захват достаточно хороший Но нет, решил не тратить силы Ислом И видит он, что Сунатов здорово защищается И сам распускает захват Иначе руки просто забьются Поднимаются в стойку бойцы И закончен первый раунд Поехали на стиле, пожалуйста Убираться самим надо будет Что он достоин того, чтобы продолжать дальше двигаться в проект И что он достоин того, чтобы биться за пояс За 3D пояс чемпиона Лиги R3 Ливиная битва Ставки достаточно высоки Ну и где ты еще получишь такой шанс Показать себя Если у тебя 0-0 По шердогу И как бы на карандаш к матчмейкерам То есть секундантов не лить много воды Покрытие и так само по себе Это все скользкое Ну а с водой Оно просто превращается в каток И важный, собственно, боец Может получить травму Вот Сухроп пошел с боковым Отвечает ему за кедушкой Такой слом И Сухроп старается против ноги Здорово накрывает его Соломов Сейчас снова будет опасность Для Сунатова От этих вот ударов на коротке Старается ему защищаться Но получается, что опять запускает себе соперника за спину Колесом крутились два бойца сейчас у нас И в итоге Сунатов Сухроп выскочил наверх Теперь он в доминировшей ситуации Но поработать ему там просто не дают 30 секунд на партер Неумолим таймер Неумолим Владимир Балава Неумолим и правило Больше 30 секунд бороться в партере нельзя По правам данного турнира Снова идет Сухроп Прокоп ноги Но уже видно, что делается он на усталости Так вот откровенно пропускает сейчас оппонента в маунт И если сейчас Солом, мне кажется, разорвет захват То закончится после поединок Потому что ужасный устал Сунатов Идут удары на коротке Жесткие удары, чувствительные Сунатов терпит Сунатов выживает Ну и опять дождался до подъема стойки Но мне кажется, что сил уже Сунатова просто нет Сейчас ему нужно зарядиться на один какой-то удар Не лезь в ноги Значит, он просто опять под бомбежкой окажется Ну вот и пытался, собственно, это сделать Сухроп Проскочил от усталости просто Потому что свистел над соперником Сейчас опять пытается в ноги пройти Сейчас опять отдаст позицию Будет получать в голову серьезные удары Затылок, конечно, вьет Нужно вмешаться Соломов и Слон Старается сейчас добыть победу Здесь и сейчас Сунатов героически выдерживает эти побои И даже сам пытается встать Но опять пропускает Соперника в маунт Мне кажется, просто надо бой останавливать Где-то все Это уже было одностороннее избиение Соломов и Слон Одерживает победу Сухроп Сунатов Будет восстанавливаться Будет делать выводы Старался Опять же Не сдавался Не стучал Но технический нокаут Есть технический нокаут Многие друзья Все справедливо Сейчас Была вовремя остановка Потому что дальше Уже может быть И тяжелое повреждение Победа надежды Повеса из Узбекистана Красный уровень Соломов И Слон Благодарим Соломову И Сунатову И Сухропу За этот бой Поздравляем И Слону С победой Бой был жесткий Никто не уступал Никто не сдавался Стоит у нас Три поединка Дорогие друзья Там у нас Да Там у нас Тяжеловесы Вот мы и добрались До тяжелой Весовой категории Дорогие друзья Пока Слово победит Поздравляю вас с уверенной победой Расскажи вообще Я вижу Тяжело удался тебе Этот бой Тяжелая была подготовка Твои эмоции Ассаламу алейкум всем Братья кто Более за меня Спасибо Не хватает вас Тут меня Всем братьям Из Дермитая Переду привет Молодежь Занимайтесь лучше спортом Чем Срода Другим вещам Спасибо всем Простите Если еще Не то что сказал Все Так и сказал Молодежь Занимайтесь Спортом Правильно Давай еще раз позвонимся Слава Белый Молодец Ждем тебя Слава Продолжение следует